Представляю вашему вниманию обзор первого зала Львовского музея этнографии и художественного искусства Львов, проспект Свобода, 15 Приветствую вас, братья и сестры славяне Приветствую вас, мои зрители Особенно приветствую моих подписчиков И рад предоставить вам, ну, во-первых, видео с первого зала этого музея Некоторые фотографии особо важных, как я посчитал, предметов И мои комментарии, мое понимание смысла этих предметов в контексте нашей древней истории и духовного наследия человечества Как и во всем этом музее, в этом зале видна величественная архитектура самого сооружения, в котором находится этот музей Это старинный львовский дом, очевидно, дом знати Ну и, соответственно, выглядит достаточно величественно, достаточно изысканно Этот непревзойденный стиль совершенной ручной работы Совершенной обработки тех или иных материалов Попытки достичь совершенства в планировке и в конечном внешнем виде самого сооружения Приблизительно такой же и весь Львов Старинный, изысканный, величественный, неповторный В отличие от многих более поздних городов, которые усеяны более поздними сооружениями И однотипными бетонными коробками 20-го столетия Подходя к витринам, можно практически сразу видеть ряд старинных предметов Это невеликая древность Этим предметам максимум 500 лет, некоторым 300 лет, 200 Здесь мы видим один очень интересный предмет с символикой, которая нам будет попадаться и позднее Здесь это выглядит в виде львиной головы От которой с двух сторон отходят, кажется, женские фигуры И внизу присутствует третья фигурка Зачастую так изображался Ра с отходящими от него Правью, Явью и Навью То есть основными стихиями Вселенной Есть подобное изображение, и мы это будем видеть дальше Где возле Ра, часто символизируемого львом или другим животным кошачьего вида Присутствуют мужские фигурки, отходящие от Ра Но об этом далее Мы видим здесь также изысканность, точность и возвышенность мышления тех наших предков Которые пытались сделать предметы идеальной красоты и в то же время функциональности Это в корне отличается от тех китайских ширпотребных изделий, которыми наполнен быт современных людей Идем к следующей витрине, на которой присутствуют посудины И здесь ряд интересных блюд На одном из этих блюд присутствует изображение змея Змей это также один из космогонических символов Творца Более ранних и более далеких от нас проявлений и пониманий Всевышнего Как истока всей силы Вселенной И соответственно ее основы и прародителя Здесь изображение этого космического змея Известного славянской традиции как Прамагапата Известной в скандинавской традиции как Йормунганд И известной в индусской традиции как Ананта-Шеш Находится в солнечном сиянии, в своеобразном солнцеврате Что ясно проявляет остатки древних знаний у наших предков По которым они знали, что видимое нам солнце Является проявлением того изначального Вселенского Творца Всех духовных и материальных миров Кстати, рядом присутствует в центре тарелки В центре этого блюда равноконечный крест Который с древних времен был символом Всевышнего Символом справедливости А в блюде, которое находится ближе к посетителю музея Находится изображение перекрестка сварги Перекрестка четырех линий сварги В центре которого Ра, как сварок, творил саму сваргу И творил те закономерности По которым позднее в нее спустились искры Из духовного мира Дабы создать материю на разных уровнях бытия Поразительно, как древние космогонические знания Ведической традиции Продолжали сохраняться в простых узорах Более поздних времен Быта нашей святой Родины Древней Украины Для тех, кому интересны эти вопросы Советую ознакомиться с моими занятиями По данным о сотворении Вселенной Сохраненным в славянской ведической рахманской традиции И с теми изображениями, которыми обозначены эти процессы Идя далее, также можно видеть ряд изысканных предметов Которые просто один превосходят другой По своей изощренности Изощренности орнаментов Изощренности символики По большому счету, было бы много времени Можно было бы часами осматривать Каждый из этих предметов Касаясь той или иной грани возвышенного мышления Наших предков предыдущих столетий Идя далее, подходим к нескольким древним стулам На каждом из которых Также присутствует ведическая символика Далее присутствуют и своего рода шкафы О которых будем говорить дальше Подходим к одному из этих стульев И смотрим, как на нем в разных местах В разных композициях Изображены проявления Всевышнего И великих богов В самом низу орнаментального ряда Изображена Матерь Слава Прародительница и Берегиня Вселенной Далее, с двух сторон В двух вертикальных орнаментах Также повторяются ее изображения Как матери, дающей жизнь И матери, переводящей в другой мир После прохождения уроков этой жизни И в круге Вечности В круге Солнечного Сияния Изображен Всевышний Ра Сварак В данном виде, в своей крылатой форме Здесь он изображен с крыльями И здесь изображен сюжет из Велесовой книги В которой сказано, что Сварак Удерживает Белобога и Чернобога Чтобы миру нашему поверженному не быть Здесь Белобог и Чернобог Изображены в виде мифологических существ Подобных Василисском или Грифонам На голове же Всевышнего Присутствует корзина С множеством плодов достатка Что проявляет Всевышнего Как дачь бога, дающего жизнь И достаток всем живым существам Или как Фрейра Бога достатка известного В скандинавской традиции Общая же композиция орнаментов На этом стуле Также несет ряд космогонических символов Идя далее и осматривая шкафы Можно заметить, что один из этих шкафов Которая находится практически рядом с тем стулом Имеет также символику Связанную с сотворением Вселенной Мне он напоминает многоуровневое строение сварги А его ступени означают средние миры людей Миры высших существ Миры богов И миры высших богов Как это описано в Ведах Идя далее, можно заметить уже другие шкафы Которые имеют более традиционный Более привычный для нас прямоугольный вид Но на которых присутствуют библейские религиозные сюжеты Будь то получение заповедей от Иеговы Моисеем и Аароном Будь то попытка жертвоприношения Исаака Авраамом И другие сюжеты Это нам показывает Что для того времени было не чуждым Изображать сюжеты Из своей философии Из своего мировоззрения Допустим на шкафах Или как мы видели на стульях И если это шкаф более поздней работы И автор очевидно был христианского Или даже иудейского мировоззрения То предыдущие шкафы и стулья Явно изготавливались Человеком осведомленным в ведическом знании О чем свидетельствует то Как грамотно он расположил Те или иные сюжетные линии Мы знаем что рахманская традиция Во Львове и на западной Украине Дожила до нынешнего времени В своем подпольном существовании Поэтому данное явление Не считаю удивительным Наоборот это скорее закономерное проявление Тех полутайных действий Которое на протяжении столетий Не имея возможности Официально открыто провозгласить О своей принадлежности К древнейшему и величайшему учению Проявляли наши предки Следующие рахманской традиции В этом музее присутствует Еще ряд интереснейших залов Интересны также Общие композиционные мотивы Архитектуры этого музея И об этом будут Следующие видео Я надеюсь, что это видео Дало вам ответы На те или иные мировоззренческие Или может быть исторические вопросы Рад презентовать вам это видео И те видео, которые последуют за ним Рад сообщить вам, что на моем канале Присутствует огромное количество Видеозаписей Отснятых мною В музеях Москвы На Запорожье, на Хортице В музеях Киева, Одессы И других городов Поэтому советую вам перейти на канал Ознакомиться с плейлистами Присутствующими на нем Ну и подписаться на канал Чтобы быть в курсе Тех новых пополнений Видеозаписей По нашему древнему историческому И духовному наследию А также лекций по духовному развитию Которые будут постоянно пополняться С вами был Арий Радослав Желаю вам всяческих успехов Мудрейшие из зрителей Ютуба Я смею утверждать, что вы истинно мудрейшие Потому что вы смотрите сейчас не канал На котором говорится о приготовлении пищи Или о том, как лучше покрасить свое лицо Также этот канал не о тех или иных играх Этот канал о духовном развитии Духовном и культурно-историческом наследии человечества Это самые высшие темы Которые только могут быть в обсуждении Поэтому, смотря этот канал Вы подтверждаете, что вы истинно мудрейшие И я рад этому